Вашему вниманию тема Марты «Жизнь на новой земле. Освобождение Божественной Души. Отец-Абсолют практики». Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодняшнее мое послание будет адресовано обладателям двух душ. И я расскажу вам о том, как вы можете окончательно избавиться от своей второй низковибрационной половинки. Но сначала давайте еще раз поговорим о том, как можно определить подобное двое души. А вы не задумывались о том, что такое слово возникло в вашем языке не случайно? И хотя в современной интерпретации оно означает лицемерие, так же, как и двуличие, когда-то давно оно употреблялось в своем прямом значении, так как в прежние времена люди знали о том, что в некоторых из них живет две души. Но постепенно это знание было изгнано из человеческого сознания все теми же рептилоидами, поскольку в основном именно они и были теми самыми подселенцами в человеческих телах. Я знаю, что некоторые из вас уже знают, а кто-то только догадывается, что в их теле существует две души. И здесь очень важно научиться отличать астрального гостя от действительно живущей вас второй души. Главное их отличие состоит в том, что вторая душа, даже самая низковибрационная, ведет себя осторожно и действует на вашу человеческую душу и на ваше сознание почти незаметно для вас. А астральный подселенец, наоборот, старается всячески себя проявить. И если для избавления от непрошенных астральных гостей вам давалось уже немало довольно действенных практик, таких как, например, самоэкзорцизм, то с избавлением от второй души дело обстоит немного сложнее. Объясняется это тем, что любая душа считает тело человека своим законным домом, из которого никто не имеет права ее выгнать. И в какой-то степени она права. Но сейчас на земле складываются уникальные обстоятельства, при которых перейти в новое высоковибрационное пространство способен лишь человек с одной, единственной, божественной душой. Поэтому каждому человеку дается право проявить свою свободную волю и сделать выбор в пользу той или иной души. И сейчас я дам вам практику, которая поможет вам сохранить в себе только вашу божественную человеческую душу. Вы можете делать ее даже в том случае, если не уверены в том, что являетесь обладателем двух душ. Просто для своего душевного спокойствия. Итак, назовем эту практику освобождение божественной души. Для этого вам нужно войти в довольно глубокое медитативное состояние и призвать на помощь меня и все высшие силы Вселенной и свою материнскую душу. Затем искренне, глубоко, от всего сердца поблагодарите свою вторую душу за бесценный уникальный опыт, который она помогла вам пережить и попросите ее уйти в те миры, из которых она пришла. Попросите Архангела Михаила сопроводить ее домой и опечатать ваше тело божественной печатью, которая станет вашей своеобразной охранной грамотой. Против любого чужеродного вторжения ваше энергетическое пространство. Призовите огонь Вселенской Любви и попросите его прожечь то место в вашей ауле, где обитала ваша вторая низковибрационная душа. Таким образом, очистив ваше пространство от всех чужеродных вам низковибрационных энергий. После этого призовите энергию Вознесения и попросите ее заполнить собою все ваши тонкие тела и каждую клеточку вашего физического тела. Как следует почувствуйте свое обновленное тело. Ощутите, как хорошо, уютно и просторно стало вашей теперь уже единственной божественной душе, освободившейся от нежелательного соседства. И только после этого выходите из медитации. При желании вы можете сделать эту практику несколько раз. Благословляю вас, родные мои, на это поистине судьбоносное для вас освобождение, открывающее перед вами новые духовные горизонты. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняло Марта. Вы прослушали тему «Освобождение Божественной Души». Маленькое дополнение. Дорогие друзья, если вы будете это делать практику, призовите Богородицу с ее обновленным женским аспектом и попросите, чтобы она обняла своими золотыми крыльями ваше внутреннее дитя или того маленького и веселого игрока, который радуется этой жизни. Редактор субтитров А.Семкин